Отношения с миром и место России на мировой арене студенты Сочинского государственного университета до сегодняшнего дня могли оценивать разве что на основе телевизионных программ на федеральных каналах. Встреча с депутатом Государственной Думы Константином Затулиным дала шанс говорить об актуальных вопросах мировой политики России в стенах родного вуза. Нам не должно быть сочинцам безразлично, что происходит вокруг нас, что происходит во внешней политике, она вторгается в нашу жизнь. Ну, самый яркий пример это то, что сейчас происходит в связи с провокационными обвинениями России, совершенно идиотской историей с попыткой отравления перебежчика Скрипаля в Великобритании. Вопросы защиты русскоязычного населения в других странах, облегчение процесса их возвращения в Россию – один из главных аспектов обращения депутата к студентам. Своё выступление Константин Затулин провёл в форме доклада о политической обстановке, в первую очередь среди бывших республик Советского Союза. Одна группа государств сочла необходимо уступить в более тесные отношения с Россией, как для того, чтобы опереться на её экономические и военные возможности – это Белоруссия, Армения, так и для того, чтобы надеялся этим застраховать себя, вмешать в России свои внутренние дела – Азахстану. Зашла речь и о Сочи. Депутат Государственной Думы, избранный сочинцами в 2016 году, настаивает – курорт должен расти и развиваться. И успех такого настроя во многом зависит от молодёжи. Ну а сам Сочи, как вы знаете, Олимпийская столица – это город, который открыт и который ждёт отдыхающих гостей со всего мира. Поэтому нам не должно быть сочинцам безразлично, что происходит вокруг нас, что происходит во внешней политике. Дела города-курорта России в целом и всего мира – это следствие отношений конкретных людей, пояснил депутат Затулин. Правильное понимание ситуации и работа в интересах мирного населения – это то, к чему призывает Россия лидеров и других государств.